Состав очень широкий, очень плотный, хотя Видаль, конечно, один из тех, кто делает этот сегодняшний Ювентус. Первый Андрея Пирло в фланге, 26-й Штефан Ликштайнер, 22-й Куаду Азамоа и два форварда, наверное, самая яркая сейчас связка в Италии. Десятый Карлито Ставес и номер 14 Фернандо Льоренто. Тренер команды Антонио Конте. Кларен Зайдорф возглавляет Милан, и это повод для того, чтобы за Милан поболеть. Я признаюсь всем, потому что обожаю этого игрока как персонажа, как человека, который сделал свою карьеру, очень многое сделал для голландского, для итальянского футбола, для футбола вообще. И на него можно равняться, именно как на личность. Хотя, конечно, сегодняшний Ювентус доставляет огромное удовольствие своей игрой, и сегодня, думаю, он не даст тоже промашки в этом смысле. Ну, а Милан, Милан со своими странными 35-ю очками к этой стадии турнира. Тем не менее, если выиграет сегодня, будет отставать от Интера всего на 3 очка. Это не так далеко от зоны Европы. Мы помним прошлый год, когда Милан ковырялся, ковырялся, в конце концов, дошел до... Лиги чемпионов, до 3-го места. Ну, а состав Милана сегодня следующий. Кристиан Объятий, 32-й номер на свитере у голкипера. 4 защитника у Милана, 28-й слева у Руби Эммануэльсон. Он голландец, их сразу два. Вот здесь в составе, в центре обороны, 13-й Адиль Рами и 25-й Даниэль Бонеро. И справа под 20-м номером Игнацио Аббата играет полузащита. Найджел Де Йонг, еще один соотечественных тренеров. Вот Зейдорф слева, рядом с Мауро Тассотти, своим помощником, вечным вторым последнего времени в Милане. Найджел Де Йонг, 34-й, 18-й номер, его партнер Рикардо Монталиво. Один из любимых футболистов сборной Италии, будем так говорить, в последнее время. 4-2-3-1 схема Милана, 3 инсайда, 22-й номер КК, 16-й Андреа Поли и 23-й Адель Тарапт. И этот человек должен быть представлен особенной, мы о нем будем говорить форвард. Джан Пауло Паццини, номер 11. Ну что ж, Милан-Ювентус, Милан играет по схеме 4-2-3-1, и, наверное, уже видна рука Зейдорфа, он многое меняет в Милане. Это уже не Милан-Алегри, действительно видны наработки Кларенс. И вообще, вот на самом деле, противостояние Зейдорф-Конта, тоже некая история итальянского футбола. Они играли друг против друга довольно много, если вспомнить, лет 10 назад они играли как раз-таки на этом стадионе, на футбольном поле непосредственно. И, собственно, за эти же команды. Милан-Ювентус с мячом на первой минуте в центре. Амбиции Юве очень важны. Матч гостевой, матч не самый простой. Милан, наверное, нуждается в раздражителях. Милан, играющий с калерии, Милан, играющий, условно говоря, с наполи. Это немножечко разные команды бывают. И сегодня мы можем увидеть не такой дрожащий, порой не умеющий себя собрать, в правильном русле направить Милан. Но это зависит от Ювентуса. Все-таки, каким бы Милан сегодня не оказался, то, что ему позволит Ювентус, то он сделает и не более. Лихштайнер будет бросать и за боковой. Роскошные два последних сезона проводит швейцарец. Люба дорого смотреть за тем, как он покрывает всю дистанцию, и как на нем, как на структурном игроке держится вообще вся эта схема с тремя защитниками. Абсолютно верно. И действительно, сейчас Ювентус предлагает новый контракт для Штайнера. Он в улучшенных условиях, и в принципе, нет проблемы правого хавбека. А что касается Зейдорфа, то это, по сути, первая его большая игра. Если не брать игру против отлетиков в Лиге Чемпионов, то именно игра с Юве сейчас ключевая. И вот момент сразу. А самого получает намедение. Он тут забил свой первый мяч в сезоне, сместившись в центр с такой позиции, убрав себе под левую и пробив нижний угол. Но сейчас ничего подобного не получилось. Просто махнул мимо мяча, но подскочил им по дробящему газону Сансира. Никогда здесь, вот на моей памяти, сколько читаю об этом, сколько там бывал, не было хорошего газона. Да, это правда, но собираются сейчас ставить искусственно. Карлина Ставис с мячом отпускает мяч далековато. Видно волнение, кстати говоря, и Азамо, и только что Тэвис. Они не от, собственно, отсутствия техники так себя повели, а именно от волнения все же играть надо в важнейшем матче. И для того, и для другого. Погбан, пас на Ликштайнера. И сразу пошел швейцарь в штрафную и бьет по воротам в ближний угол. Объятие рассмотрел траекторию и не стал мяч трогать. Удар от ворот. Здесь много было разговоров перед этим матчем. И Саша абсолютно прав, говоря о том, что по большому счету, это не только игра Ювентус Милана, но это еще и разговор вокруг матча. Всю неделю и Sky Sports, и итальянские газеты разнообразные писали о том, что Ювентус снова помогают судьи. Потому что после прошлого тура опять возникли разговоры, что второе Кольчополе может возникнуть. Очень много ошибок в пользу Юве. Естественно, было много разговоров вокруг Марио Болотелли, который сегодня не играет. Ну и по традиции, по традиции искали причину неудач Милана в этом сезоне. Слабый состав, плохая работа менеджмента, в том числе Адриано Галлиани. В общем, действительно в Италии матч вызвал повышенный ажиотаж. Бонера с мячом как-то неудачно сбрасывал Юренте вперед, где принципиально никого не должно было оказаться. И начинается атака Милана. Пока мы еще ничего подобного не видели. Урубиев Нельсон пасует на Кака. Мяч принял бразилец. Эммануэльсон пропускает назад. Но там только опорный может оказаться полузащитник. Милан немножечко тоже стесняет сейчас Ювентуса. И уходить большими силами вперед не желает. Но все-таки, ты говоришь, первая большая игра для Зайдорфа, наверное. Но это с другой стороны. С другой стороны это накладывает свой отпечаток и на работу Конте. Потому что, представь себе, он проиграет Милану. Да, он остается лидером с запасом. Но уже есть проигранная Лига Чемпионов. И уже есть, например, поражение в одном из классических матчей с Ферентиной. Если еще одну классику проиграть, то это все как-то превращает немножечко тебя чуть-чуть в персонажа, который не доделывает свою работу, не до конца уверен в себе. А ведь Конте не производит впечатление тренера, который разрывает все вокруг себя. Он не Мауринио. Он по-прежнему растет. Он еще не особенный. Он, кстати, очень скромен в своих высказываниях. Он порой нервничает. И мне кажется, вот этот матч для него важен. Да, безусловно. И сам Конте заявил совсем недавно, что он боится нынешнюю Рому намного больше, чем прошлогодний Наполий. Даже с точки зрения борьбы за Скудетто, Вентусу нельзя очки терять. Потому что Рома пусть не сыграл ничего накануне с Интером, но Рома регулярно выигрывает. Поэтому Юве нельзя проигрывать ни в коем случае. И опять-таки момент тоже важный. Именно статус встречи в прошлом году, в прошлом сезоне. И Вентус здесь проиграл на Сансиро. И пока ни разу еще при Конте Ивентус не обыграл Милан на Сансиро. Ох, какая красивая передача. Долго подбирал ногу. Момент для прыжка под сынью, который в маске играет. Вообще травм очень много у Милана. Разнообразных и неприятных. Прогнозируют, что Блатили вернется в 26-м туре. Но это еще и не факт. Удар по воротам Буфон. Первый удар Милана. Ну, все-таки, хотя опасным моментом не рискнует назвать. Атака. Атака приличными силами. И как раз вот Адель Тарап. Да, Адель Тарап, между прочим, купленный, и, точнее, взятый в аренду в последний день трансферного окна, он из состава вытеснил Кейсуки Хонду. Которого ввели весь прошлый год. И так надеялись на японца. А в итоге Хонда на скамейке запасных. Начинает матч на скамейке. Это было ясно еще накануне. В Италии знают многое. Льоренто и Теви сдвоем. Но дриблинг здесь, наверное, был неуместным. Льоренто дальше мяч налево переводить. Лучший из вариантов. Но Льоренто тяжелый нападающий. Так будем говорить. Поскольку он вырос в Испании. И, в общем, конечно, владеет мячом неплохо. Наверное, может и обыграть один в один, когда нужно. Но сейчас не та была ситуация. Иммануэльсон выбивает мяч по своему флангу. Подгор, разумеется, Льхштайнер. Маркизио легко его обобрал Монталива. И начинается атака. Поли засбоил немножечко. Потерян момент для очень быстрой комбинации. Но все-таки переходит мяч направо. Абате. Можно бить уже или нет. Да, удар. Двойной рикошет. Таараб. Кстати, довелось мне почитать тут французскую прессу. Который буквально негодовал по поводу того, что его не приобрел Парис Сен-Жермен. Вроде с ним уже договорились. А потом как-то упустили. Да, так оно и было. И сам Таараб жалился на это. Но вот потом сказал, что судьба все же ему помогла оказаться в Милане. Где он, естественно, счастлив. И заметил, что дважды Таараб взял игру на себя. Опять-таки, футболист действительно достаточно сильный. Опять-таки, сильный не только ногами, но и головой. Очень хороший по качествам игрок Таараб. Складывая Маркизио на газоне. Получил удар по ноге от Рикарда Монталиева. Наверное, задел и ногу Монталиева. Но играя при этом в мяч, нормальный жесткий стык. Прежде всего, Монталиева играл по мячу. Ну и потом Маркизио в аналогичной ситуации сыграет точно так же. Естественно. Да, сегодня Маркизио в основе. Опять-таки, по причине той, что Артура Видаль дисквалифицирован. Но, с другой стороны, Сара Фельден прав в том плане, что состав длинный. Ну и плюс турниры у Юви разные. Антонио Конто жаловался, что в четверг вечером Юви играл в Трабзоне. Матч Лиги Европы против Трабзон Спора, где выиграл 2-0. И, по сути, был лишь один день подготовки. Это суббота. И по этой причине Конто говорил о том, что я не уверен, что мои парни будут готовы на 100%. Поэтому я применяю ротацию в Трабзон Споре. Играл Видаль, не играл Пирло. Играл Пелузо, не играл Осамо и Ликштайнер, например. Не играл Тевес, не играл Лиоренто. Поэтому, действительно, состав другой по сравнению с игрой в Лиге Европы. У Милана мяч. И опять Юви не зацепился за владение на чужой половине поля. Пока ни одна из команд атакующей игры никакой не ведет. Мы не видим позиционных атак. То есть, наскок на чужую штрафную, что-то там, какой-то всполох удар или попытка обострить ситуацию. И сразу откатываются по своим местам на выжидательные позиции. Найджел Дейон только что подозвал его к себе Зейдорф. Удобно иметь своего человека на поле. Причем той позиции, ну, я не скажу, что это позиция Зейдорфа, но она тоже ключевая. Кларенс играл гораздо ближе к воротам. Опасно удара Кака с хода. Может быть, понадеялся на внезапность бразилица. Нужно было отыграть еще несколько метров. И было для этого пространство. Были для этого партнеры, которые могли растянуть оборону. Но и снова Кака с мячом. И снова он теряет не очень правильное решение. Принимает Монталиева. Убирает Пирло. Отлично. Как они пропустил дальше на подсцине. Как сгрудился Юви. Это на своей половине поля в штрафной. Да, как будто бы Милан легче атакует. Юви просто тяжело бежать вперед. Вообще двигаются тяжело футболисты Ювентуса. Но вполне возможно причина в матче Лиги Европы. Да, безусловно, совсем другая структура у Лиги Чемпионов. Сейчас, в феврале, она щадящая. Играешь редко, при этом втягиваешься. Ну уж не знаю там, какая судьба ждет Милан. Скорее всего печальная. Но так или иначе Милан пока продолжает выступление в Лиге Чемпионов. Угловой первый. У ворот Буфона. Здесь Адель Рами. За ним его партнер по сборной смотрит внимательно. Адель Рами великолепно играет головой. Позицию убирает еще огромный защитник. Подача. Само мяч смахнул. Рами снова с мячом. Адель Рами уже забил два мяча Рами за Милан. Хотя он центральный защитник, но при этом играет довольно результативно. Но передача никакая не получилась. Просто мяч достался Буфону. Первые 10 минут итальянского, такого классического антифутбольного типа. Но в итоге еще будет. Совершенно любопытная деталь этого матча. То, что Милан, если брать именно карьеру Зедорфа в Милане и набор очков. Милан находится на втором месте по набору очков при Кларенсе Зедорфе. Последние 5 туров. И уступает лишь Ювентусу как раз таки. По этой причине тоже было много разговоров о том, что Зедорф на самом деле работает с вами плохо. И лишь общее впечатление от Милана не заставляет нас говорить пока о Зедорфе как о большом и прогрессирующем тренере. Не, ну рано, рано. Он еще и не тренер. Он этот сезон начинал футболистом, игроком. Кстати, здесь не было офсайда. Если в центре у Льоренте маленький был, то, по-моему, там Маркизио, да, может быть, тоже слегка оказался. Это там качнулся в сторону офсайда в последнюю секунду. Банера. Заброс в чужой штрафной. Здесь очень надежен Андрея Борцарь. Касарас. Касарас универсал. Мне, как болельщику сборной Урагуая, приятно всегда смотреть за Мартином. Он выходит на любую позицию. В том числе и в латерале может сыграть. Например, вместо Лихштайнера. Может, на любом из флангов. Ну, в том числе и в центре обороны. Единственное, что, наверное, куда бы я его ни ставил, это центральным-центральным защитником. Потеря у Ювем. Он не очень ответственный. Такой легкий, легковесный по своим решениям. Момент какой! Вот там под синий, по-моему, едва успел подставить голову. И вообще понять, что мяч в его сторону летит. Вот, смотрите, на повторе. Какас резко и под синий. А так ведь мяч и в ближний угол мог залететь. Пока Милан активнее в атаке. И удары по воротам есть. Помним удар КК. Вот сейчас удар по цене. В принципе, я думаю, что Милан обозначает, что команда собирается играть первым номером. По крайней мере, не боится этого Милан. Юве тяжеловат. Ну, насчет первого номера, я думаю, такая история спорная. Пока Ювентус позволяет, Милан просто будет атаковать. Претензии на то, чтобы сидеть на чужой половине поля, позволяя убегать в контратаке, я думаю, Милан тоже придержит немножко. Я думаю, осторожность здесь нормальная. Так слегка ерничаю насчет итальянских классических схем. Ну, прежде всего, 60-х годов. Не имею в виду современные. В этом году много в Италии забивают. Но осторожность будет. Эммануэльсон, подача неплохая, подача неудобная для вратаря. Кстати говоря, гола в первом круге Юве с Миланом сыграли 3-2 на Ивентус стадио. Под синий дождался того, как упало само. О, отобрал мяч Абате, здорово. Не поторопился ли он с этим пасом подбора Эммануэльс на удар с хода. Ну, вот немножко они суетят. Словно побаиваются того, чтобы там висеть на воротах. Хотят побыстрее пробить. Словно все они 11 защитников, которые пришли к чужой штрафной. Так бей давай, не дай бог, обрезать. Согласен. Вот здесь Эммануэльсон, наверное, мог обработать, мог делать передачу штрафную. Но почему-то сразу пробил Тавес. Он был признан лучшим футболистом прошлого тура в Италии. Он забил чудо-гол ворота Торино. Очень красивый. И вообще Тавес, конечно, сейчас настоящая десятка Ивентуса. Вот мы привыкли, что в Юве номер 10-е. Это такое масштабное событие, масштабная фигура. Баджо, Дель Пьерро, Платини, Сивори, да кто угодно. И сейчас Тавес потихонечку, потихонечку превращается уже не то, что в легенду Юве. Это слишком громко для Тавеса пока что. Лишь первый его сезон старой сеньоры. Но уже он понимает всю свою значимость. Для Юве и для болельщиков старой сеньоры. Да, ну конечно, с точки зрения харизмы, очень большой нужно путь пройти, чтобы приблизиться хоть как-то вот к тем упомянутым персонажам. Но я согласен по игре. Уже много лет для того, чтобы стать настоящей легендой Ювентуса. Плюс ставится, что он не играл за другие итальянские команды в этом смысле. Хотя в Италии много персонажей, поменявшие клубы и потом превратившихся в совершенно другом поприще. Где уже поздно раскрываться именно как лидер, как часть истории. Но вот тот же Пирло уже человек из Интера, человек из Милана. Уже сейчас для Юве такая легенда. Конечно, безусловно. А возвращаясь к Тевису, у него важное событие произошло на неделе в семье. У него родился долгожданный сын. И как раз-таки Ювентус всю неделю поздравлял Карлитуса. Ну и сам Карлитус, естественно, обещал, если забьет сегодня, гол посвятить своему сыну и своей супруге. Ну посмотрим, наверное, мотивация у Тевиса сумасшедшая в сегодняшней встрече. Посмотрим. Ну а по Пирло было признание Андрея перед матчем, что ему звонил недавно Сильва Берлускони. Предлагал вернуться в Милан летом к Зедорфу. Но Пирло принял решение не возвращаться в Милан, а остаться в Ювентусе. Так что тоже любопытная деталь по поводу Андрея Пирло. Да, как мы и обещали. Борцари вперед на Лью-Рент. Это может быть опасно. Скидка в центр. Тевис, удар. Ну что, то, что нужно Юве, потому что высокий нападающий, играющий свою роль, очень здорово. Который способен по-разному распорядиться тем мячом, который прилетит, который он выиграет, оттирая защитника. Он и сам может себе сбросить и партнеру, а Тевис всегда под это подстраивается. Ну и плюс передачи из глубины, что низом, что верхом, какие угодно, разнообразные. Не обязательно только от Андрея Пирло, мы видели. Вот сейчас пас, по-моему, от Лихштайнера пошел из глубины. Милан с мячом. Эммануэльсон всегда был очень быстрым игроком, зато и держат Андрея Поли. По-моему, перехитрил его Бануччи. Есть отдельные позиции в Милане, которые, наверное, для того, чтобы считаться суперклубом, претендовать на суперклубовые достижения, нужно усиливать и разнообразить. Поли хороший игрок, но не более того. О, Банера, ну и так далее. Да, вот их несколько очень таких средних позиций, что, конечно, слегка деклассирует, в принципе, сегодняшний клуб. Но пора уже Милану начать даже на фоне кризиса. Все-таки вот не снижаемый остаток доходов от той же публики, от телевидения есть, надо покупать. Это неплохо. Прицелился перед собой, имея мяч, Коль Пагбан. Но Милан собирается приобретать футболистов. И понятно, что эти полгода, они такие проверочные для Зайдорфа. Понятно, что летом будет большая работа проделана. Говорят о инвестициях со стороны Сильвея Берлускони. Говорят о том, что будет еще один инвестор в Милане. Но пока это все разговоры. Очевидно, что у Милана очень много проблемных позиций. Есть Балателли, есть Кака, есть Рами, который действительно очень хорошо играет сейчас. Но по сути есть огромное количество позиций, которые просто нуждаются в усилении прямо здесь и сейчас. И, соответственно, есть надежда на лето. Есть надежда, что Сильвея Берлускони снова, как это правильно сказать, не то, что полюбит, но он так, наверное, Милан любит, а снова его увлечет в футбол и трофеи, которые он так любит выигрывать. Да, но что касается голландцев, я думаю, тот и другой может еще очень серьезно. И даже в любого класса собранной команде играть роль передовую. И Эммануэльсен, и Де Йонга, я имею в виду. У Де Йонга гигантский опыт, его боится весь мир. Встреча с ним на носовом платке. Ну, а Эммануэльсен быстро пока сегодня левым флангом очень хорошо. Милан атакует, но вот сейчас своим левым бросился вперед Ювентус. И не смог Тевис, не смог перегнать. Тем не менее передавил соперника, врывается в штрафную. Их там много. Что такое? Лью Ренте! Еще момент удара! Объятие спасает! И ведь продолжается момент! Ишь, как же Лихштайнер все-таки чувствует, как хищник любой момент, как он пришел буквально во вратарскую Погба, оставляет мяч в поле. Эммануэльсен не должен его пропустить, сыграет с ближним. И вот Де Йонг здесь как раз первый голевой момент. И великолепен Кристиан Объяти сейчас. И очень неаккуратно и не сыгранно защитники действовали. Поли, в центр. Ухо-хо-хо! Ну вот это было здорово! Прострел уже на оббаты, господи! Перемешались они. Вот это Араб. Фантастически сыграл Араб. Двух убрал. Одного из них зовут Андреа Пирло, между прочим. Ну, Пирло, знаешь, особо в борьбу и не идет. Это был уже один момент сегодня, когда он просто от этой борьбы как бы уклонился. Но все равно, все равно это было обидно для Андреа, чтобы так тебя обыграли. Ну и, конечно, потрясающий эпизод с участием Олег Штайнера и сейф объятий. Невероятный сейф объятий. Игра раскрывается потихонечку. Моменты возникают. Тевес ошибается в передаче. Милан получает шанс для контр-атаки Монталиво. Справа есть Тараб. На него передача исследует. Ну, как кайп от Сини уже в штрафной. Четверых, правда, мало, чтобы завершать эту атаку. Численного преимущества не будет. В тот раз, когда на Льоренте, помнишь, навес был чуть правее. Пошла передача от защитника. Это не Ликштайнер был, это Борзали был. Я посмотрел на повторе. И он сегодня играет своего рода к Елини. Человек, который главный из трех защитников, подключающийся чуть вперед, перемещающийся в полузащиту. Кака с мячом. Монталиво. Ну, вот позиционное наступление. Игнацу Абат Эм. Тараб слишком многого хочет от своего дриблинга. Наленький рикошет. И Бонеро спокойно сыграет с Адилем Роми. Довольны трибуны Сансира. Практически они заполнены. Пас вперед. Пятка и скидка. Дальше не было. Абсайдо у Пацини. Ах, Кака. Чуть потоньше. Чуть другую смазку подбери под эту лыжу. И дошел бы мяч, может быть, до Пацини. Или как в керлинге протереть немножко там, чтобы мяч поехал. Правильно. Кака вновь с мячом. Справа свободная зона. А в центре открывается Пацини. Многовато фантазии, по-моему. Попроще бы. В завершающей стадии атаки Лью Рент опять скидывает на свободное место. Да. На Тевеса, скорее всего, Карлитос не побежал туда. И сейчас претензии он высказывает по кбаму. Зачем ты делаешь передачу длинную, если можешь сыграть на коротке со мной? Еммануэльсон. Снова Милан пытается атаковать первым номером. Бонэра. Ну да, сейчас уже больше 22-й минуты. Побольше. Зон, захваченных Миланом. Своего рода. Территории. Освоились. Перестали бояться. Хотя увидели контратаку. Вот только что Тевес в одиночку там четверых разобрал. Так или иначе, рикошеты не рикошеты. Толчки, ужимки и прыжки. Но он мяч дотащил до штрафной. И возник голевой момент. В том числе благодаря совершенно невероятному объему, который делает в каждом эпизоде Лихштайнер. Не игры. Не игры у Пацини. Ну и вот герой. Очередной раз на наших экранах. А здесь что с офсайдом? А, мы не увидели момент паса, по сути, да, там в углу кадра спрятался. Высовывался из-за бануча и не успел уйти из офсайда по ЦИ. В всех случаях так решил арбитр. Первого. Очень он сегодня редко работает с мячом. Пас направо. Лихштайнер может подавать. Или будет обыгрывать он своего соперника. Лихштайнер. Штрафной опасный момент. Нет, угловой зарабатывает швейцарец. Но смело пошел Лихштайнер. Он не боится, естественно, никого. И оказался в штрафной площади. Пятился над этим инвестором. По-моему, все-таки решили, что последнее касание швейцарца принадлежало. И дали удар от ворот. Судей нет, угловой. Как-то так он пошел, побрел. Студен свистит. Пирло подает угловой. Студен свистит. Столько лет Пирло играл в Милане. 10 лет выиграл в Лиге чемпионов. Две штуки. Чемпионат Италии. У Ювентус выиграл в том числе. Конечно. Подача, удар по воротам. Ну что, Мартин Кассарес пробил. Тоже момент. Любой угловой здесь момент. Держали друг друга. Там Бонеро и Мбанучи. А вот передача Аббата. И маленький рикошетик, который мог все изменить. И здесь эпизод, когда здорово. Здорово успел выставить ногу. Это реакция. Это не просто ватаре мяч попадает. Но, может быть, небольшой режиссерский упрек. Зеидорфу, если как так защита пропустила и заставила геройствовать Кристиану Абиятью. Снова Ликштайнер. Опять-таки, все атаки через правую фланг у Ювентуса. И заметьте, что, по сути, Пирло все время с ним рядом Полли. Сейчас прекрасно видно, что даже когда Пирло без мяча, Полли где-то рядом. Очевидно, что Андрея исполняет функции... Андрея Полли, я имею в виду, исполняет функции именно футболиста, персонально отвечающего за свою тезку, за Пирло. Но при этом Пирло за Полли не отвечает. И там есть определенные возможности у того же Тарапта из-за этого и у тех, кто играет чуть-чуть правее. Но чаще Милан начинает атаки слева. Да-да-да, вот как раз показали нам сейчас крупным планом. Эммануэльсен заработал угловой. Подает Манталиева. Опять персоналка. Вот там, в частности, мы уже видели пару французов неразлучную. Погба не отпускает Адиля Рами. Пас назад на Де Йонга. Мягкий заброс. Ну, здесь с легкостью Лью Ренте, по-моему, выбил мяч. Эммануэльсен. Удар поворотом в ближний угол. Плотно мяч полетел. И стой ворот мяч полетел. Самое главное. Мяч, как стой ворот, Буфон команду свою спас. Возвращаясь к истории вокруг Андрея Пирло и его как раз-таки его тезки Поли, я думаю, как раз-таки именно по этой причине Хонда остался в запасе. Хонда вряд ли мог бы так действовать против Пирло, именно в обороне, контролировать диспетчера Ивентуса. А Поли, он более такой, знаете, футболист работоспособный. Он может просто съесть. Андрея весь матч бегает за ним. Я думаю, именно по этой причине сегодня Хонда на скамейке запасных. Нарушил правила Банера против Тевиса. Будет штрафной. Что касается Хонды, я думаю, ему еще нужен срок, нужно время для того, чтобы и Зайдорф разобрался в его возможности. Они очень разнообразные. Он тоже своего рода универсал. Универсал своего амплуа. А само не очень заметен пока. Вот Пирло с мячом. Приходится разворачиваться. Хороший пас на Тевиса. И сразу пас. Конфетка. Чуть-чуть, по-моему, Тевиса придержали. И очень вовремя. Едва заметно. А здесь тяжеловесный Банучи почему-то проиграл мяч под сынью. Мяч штрафной пяткой сбросит. А вот теперь под удар. Еще один игрок есть. Какая красота. Надо забивать Кака. Пустые ворота. Да что ж ты делаешь? Невероятно. Абсолютно невероятно. Банучи привез момент. Банучи привез момент. И в итоге команду спас. Вот здесь. Смотрите. Какая-то ватной ногой. Два удара по воротам. Да бей ты под перекладину. И все. Раз удар. Боулинг какой-то. Прости господи. Покатил с маленькой подкруткой. Расстреляй все. 10 метров до ворот. 8 метров до ворот. Супер момент. Браво Буфон. Браво Банучи. Который реабилитировался конечно же. Но забивать над такие мячи. Угловой. Угловой. А контакт отправляет кого-то разминать. Видимо запасных футболистов. Сейчас всех здесь заменю. Как можно такие моменты создавать. Подача под сыне. Кстати тоже молодец. Здорован эпизод предыдущий. Отыграл. Все правильно сделал. Ушел. Увел. Отдал. Контратака Ювентуса. Кстати интересно было посмотреть ее на общем плане. Как разбегают футболисты. Все. Само съеден. Абата главный не нужен на судью. Кричать сейчас. Возможно он сыграл чисто. Главное что момента уже никакого у Ювентуса не будет. Главное что Абата структурно отыграл идеально. Он пришел за своим игроком на противоположный фланг. Все это по делу. Все это чисто по итальянски. Ну и на мой взгляд здесь 50 на 50. Да. Марко Гуидо такое решение принял. Что было нарушение правил. Молодой арбитр Гуидо. И опять таки в Италии были очень серьезные споры. Кто эту игру должен работать. И судьи. В итоге Гуидо. А не Рицоли. Как обычно бывает. А именно Марко Гуидо совсем молодой арбитр. Посмотрим как он справится со своей работой сегодня. Пирло у мяча. Штрафной удар. Я чувствую ты был сегодня в итальянском ресторане. Да. В итальянском ресторане. Поэтому я договорился. Я не могу аббата и объятия произносить нормально. Особенно после ангина. Здесь нарушение правил. В Пернадо Льоренте. Фалит на Аделе Рами. Ну а завершая тему судейства. Опять таки. Отмечу что. На этой неделе в Италии писали практически все. Что возможно рокировка главы судейского корпуса. Вместо Браски. Всем известного арбитра в прошлом. Будет нам хорошо известный Роберто Розетти. Главой судейского корпуса итальянской федерации. Это было бы конечно любопытно. Если бы Розетти пошел бы на повышение на самом деле. Ну да. Нам было бы приятно. Мы воспитали. По сути да. Потом он здесь у нас в 21 комнате сколько раз был. Ну это пока все лишь разговоры. Не знаю дойдет ли до этого. Чтобы Розетти стал главным в итальянском судейском корпусе. Тарапт. Аббатэ с мячом на правом фланге. Монтоливо. Милан разыгрывает мяч. То что обычно любит делать Ювентус. Долго мяч контролировать. Вот сейчас этим занимается Милан. Да. Немножко перекрасились они. Можно было ждать даже здесь на Сан-Сиро от Юви игры в свой футбол. Но Ювентус любит с другой стороны. И были несколько матчей вот такого калибра в нынешнем сезоне, когда Ювентус тоже отдавал территорию на время. Он ее возьмет еще себе. Ну особенно если вдруг пропустит. Допустим это бывает довольно редко. Ювентус первым пропускает еще реже чем теряет очки в этом сезоне. То есть поражение от Ферентина единственное оно со счета 2-0 случилось. Ну пропустили первыми от Интера в стартовом еще в первом самом классическом матче. Третий тур был когда быстренько сравняли. Ты помнишь последние 15 минут. Ну вообще это редкость, чтобы Ювентус взяли и переиграли. Давя на него или наоборот запуская его к себе и потом на контратаках. Вообще Юве переиграть крайне сложно. Ну и по сути если брать встречи с такими статусными командами в Италии. И Наполи был обыгран крупно 3-0. И Рома, и Интер. Во втором турбе. И тот же Милан обыграл Ювентус на своем стадионе. И по этой причине в принципе Юве пока что играет очень удачно против равных себе по статусу. Я тебе скажу, с Реалом они тоже играли. С Реалом, который в этом году наверное лучший из 2002 года и из всех возможных Реалов. Они играли в свой футбол. Они конечно были чуть-чуть на полшага позади. Вот с точки зрения статуса, фаворитизма, если угодно. Но они играли. Они играли так как нужно было. Они реагировали, они забивали, они перехватывали инициативу. Очень живо сыграл Ювентус оба матча на мой взгляд. С Голцараем на мой взгляд просто несчастный случай. Они недоповерили в то, что вообще эти на что-то способны. С это с Ювентусом пока еще случается. Да, но это больная тема для Антонио Конта и в принципе для всего руководства Ювентуса. Потому что очень много денег Ювентус потерял в Лиге Чемпионов. Потерял статусе опять-таки. Потому что даже сейчас болельщики Милана немножко подсмеиваются над Юви, говоря о том, что вы да, вы чемпионы Италии, но в Италии. А единственная команда, которая Италию представляет в Лиге Чемпионов, это мы, это Милан. Ну представляет, что значит. Зимой в логове себя сидела, лапу сосала, представляла. Представляет, когда ты проходишь куда-то в плей-офф. Ну они прошли в плей-офф, в отличие от Юви. Хотя их понять можно, подколоть Ювентус, когда у тебя 35 очков. Ну что остается? Боннера. Вот именно. Значит, это точно Боннера, если оба узнали его. Снова Милан атакует через правый фланг, через Аббаты. Тарапт отошел назад. Даниэль Боннера пас на левый фланг. Здесь Урби Эммануэльсон. По цене открылся, получил мяч. И дальше момент, удар. Что ж с ногами-то у людей, а? Это поле на этот раз. Был как аз. И здесь, может быть, рефлекторно чуть-чуть не дотянул ногу до мяча. Когда в твою ногу врезается чужая нога, очень сложно сыграть четко прицельно. Чуть-чуть бережешься. Или, может быть, просто помешал физически Касарас уже нанести удар. Но опять не получилось. Жесткого акцентированного удара. С очень хорошей, с убойной, можно сказать, дистанцией на этот раз линии штрафной. От Пагба, по-моему, мяч ушел. Нет? Или все-таки скользнул потом и по Лысине де Йонга? Лоренте. Не прошла передача. Нет, Маркизио мяч получил в конце концов. Касарас. Пока не вижу никаких связок между Маркизио, Пирло и Пагба. Вот то, что при Видале, практически невозможно. Видали сам на себя тянет и предлагает играть. Но чаще он, может быть, предлагает латералю с ним играть. Но видно, что полузащита дышит буквально его движением, тем, что он делает на поле. И тот же Пирло, ведь зависимый в том числе игрок. Казалось бы, это от него зависит. Но от того, как люди открываются, от того, как они отрываются от соперников, зависят варианты, разнообразие вариантов, в которые свои гениальные передачи может вбросить Андреа. Сегодня их мало, этих вариантов. Ну вот он бросает мяч на свободное место. Но Лью Ренте тяжеловесил для того, чтобы открываться назад. И вот уже Монтальева идет вперед. Пропускает мяч Эммануэльсен на КК. Бразильцы обступили со всех сторон. Он нашел, он в центре Монтальева. Удар, вот это уже плотнее. Лихштайнер подбирает после Буфона мяч. Ну что, удар от створа у Милана прилично набралось в 34-й минуте. Ну и в целом Милан играет лучше, если брать, опять-таки... Что такое, рука была? Да, видимо, рука. Ну, офсайды там быть не может, потому что из-за боковой бросали, а... Может, мяч и руку из-за... Да, видимо, какая рукой подыграла. Я говорю о том, что, в принципе, Милан играет интересней. И как раз говоря о линии полузащиты, Милан переигрывает. И линия Ханбеков Милана переигрывает. На тройку Пирло-Богба-Маркизио. Это очевидно. Монтальева да Йонг, они ситуацию контролируют. Ух, какие люди! Буатэм прилетел в родной в прошлом клуб, в Милан. Он сейчас играет в шарке 0-4. Приехал поболеть за своих одноклубников, видимо. Талиба передача под сыне. Очень хороший у него прыжок. Он сантиметров, по-моему, на 10 ниже любого защитника. Ошибся борца ли. Каков центр, а вот не трогай. Ну, не трогай же мяч. Юноша. Ну, как юноша? Он уже не такой молодой. По-моему, 23 года, что ли? Да? 22, но все равно надо понимать, где взять на себя, а где немножко вложи отпустить и дать другим поиграть. Снова неудачная передача от Андреа Перло. Он искал Фернандо Лиоренто, но пас был неточным. Я думаю, что весьма вероятно, что Антонио Конто сделает замену еще до перерыва, потому что, очевидно, он недоволен игрой своих футболистов. Именно с точки зрения контроля мяча. Олег Штайнер. Ну, до перерыва все-таки амбициозный такой прогноз. По крайней мере, я допускаю, что в голове такая мысль есть у Антонио. Монтарива 5 на 5. Атака Эммануэльсен. Кака открывается. Чуть отпускает мяч голландец. Подача на опережение. Не успел сыграть по цене, но угловой очередной уже. Толь четвертый, толь пятый заработал Милан. И это действительно серьезная игра в атаке. Помнится, Монтарива подавал. Сейчас, по-моему, оставили Эммануэльсену. Или нет, придет рекордом. Хороший, подсеним. Такой он «зор» в разных смыслах слова. Бьется против этих всадников. Подача опасна! Удар! И там уже какое-то нарушение определил арбитр. Но в шоу сборок-то надо попасть. Стоило бы забить Таарапту, что, по крайней мере, много было споров по тому, что ошиблись. Нарушил правила Роми против Погба. Их обычная дуэль состоялась. Так, потихоньку, потихоньку. А это Анжела Акбонна. Защитник Ювентуса. Запасное разминается. Все же не исключаем. Ну, не знаю. Там по ошибке допустили бы Ардзали и Банучи. Но это вообще люди проверенные. Касарас, по-моему, наоборот, безошибочен. Может быть, может быть, Акбонну и увидим сегодня. Погба. Ох! Финн, типа, кумира Зидана пытался предоставить Погба. Средний между Вьейра и Зиданом, да, получилось. Вообще он вырастает, Патрика, Вьейра. Нового поколения под сыни. Затерли, затерли его. Как штукатурку. Но кумиром был Зидан у поля Погба. Нет, ну, понятно, что он учил, наверное, этот Финн. Поиграет он на позиции Патрика Вьейра, который тоже очень много умел и ногами, и с точки зрения дирижерства, да, и управления игрой, и подключения к атакам. Голов, в конце концов. Он четвертый номер своего рода был. Странный номер для полузащитника. Потому что он умел и в защите сыграть, и в нападении, и где угодно. По-моему, этим номером подчеркиваем свою вездесущесть. Ну, вот Галиани, которого едва не уволили еще до Олега. Хотя я еще не очень понимаю, как можно уволить Галиани. Он, по-моему, как часть ландшафта там. Да, Галиани 29 лет. 26 лет в Милане. Всю свою карьеру проводит Сильва Берлускони. Но там Барбара, дочка, была против Адриана. Снова момент. Погба поставил ногу вовремя. Оффсайд, офсайд. Оффсайд у Андреа Поли, по-моему. Так, что теперь новенького? Ну, вот, смотрите, в момент, когда мяч полетит. 16-й номер Андреа Поли останется возле 11-метровой. И все остальные ближе к оборотам Милана. Кроме Буфона, разумеется. 39-я минута. 0-0. И очень много игры Милана, которые мы не видели. В том числе, это и настройка атакующего инструмента командной игры против сильного соперника на будущее, на следующий сезон. Я верю в то, что Зейдорф только-только начинает свою карьеру. И у него многое получится. Как хороший Монталиева в отборе. Вообще очень заметен. Ну и как Локс сказал Лихштейнер с Тевисом. Просто не поняли друг друга в довольно простой ситуации. Таарапт. Держит Абатая. И Храпчев подключает. Отличная передача Абатая в касание. Подача. Но вот здесь, конечно, первым темпом огромный, блокирующий играет у Ювентуса. Но какой классный пас сделал Таарапт. Вообще-то Абатый мяч обработал здорово себе под удобную ногу под следующее движение. Видно, что парень соображает вообще все, что происходит рядом с ним, вокруг мяча, что называется. Пока ему немножечко не хватает второй производной игры. Широкого круга взгляда на то, что делает команда. То, на что способен на третьем ходу, скажем, твой парнер. Вот сейчас первым ходом он понимал, на какой скорости пойдет Абатый. Что может защитник, сколько ему нужно времени для разворота. И когда сделать эту передачу. Нет вопросов. Но еще несколько вот таких более командных эпизодов не в его пользу пока. Сегодня говорят. Подача на подсине. Ошибка! Удар поворотом! Ну, просто Милан переигрывает Ювентус. По крайней мере, по ударам в створ ворот. Не знаю, им Кирини что-то не хватает. Этим двум людям, не знаю уж, может ли Касарас испортить игру Борцали и Банучи. Но они двое почти безупречные. И, как правило, сегодня проигрывают сами себе в надежности. Ну, не только плохо играет Борцали и Банучи. Только что Поль Погба не смог сделать передачу довольно простую на партнера. И мяч потерял. Да, сегодня Ювентус играет очень плохо. Причем итальянцы очень хвалили Ювентус после игры в Трабзоне. Потому что там Юве выдал просто отличный матч. И журналисты практически все в один голос говорят о том, что Ювентус выходит, видимо, на пик формы. Ну, судя по тому, мы же с тобой обсуждали, и ты напоминал, состав был ротационный. Значит, речь, наверное, шла о том, что Ювентус настолько широк в своей игре, что любая из вариантов, скажем, любая из команд, которые выставит Конте, там первая, полуторная, почти вторая, все равно сыграет в этот футбол, близкий к Ювентийскому. Потому что есть своя игра, да? Потому что нельзя перехваливать вторую команду, да еще против Турок, там, не первого ранга. Ну, смешанный состав, в любом случае смешанный состав. И там, в принципе, Ювентус показал, что у команды есть силы, чего боялись после игры с Торино, что Ювентус просто заканчиваются силы физически. Но в Трабзоне все было наоборот. Здесь видно и очевидно абсолютно, что Милан переигрывает Ювентус по всем показателям. Пока что вот в первом тайме. Льоренте. Толчок в спину, Рами нарушил правила. Понятно пристальное внимание журналистов Италии к выступлению Ювентуса в Лиге Европы. Финал в Турине, ожидание трофея безусловное. Ну и, конечно, одна восьмая финала, очередная классика. Ювентус-Фиорентино за 10 дней сыграют трижды. Матч второго круга тоже матч жесточайший для Юве, потому что было поражение 2-4. В первом круге, значит, нужно выигрывать. А потом два матча в Еврокубке с той же Фиорентиной. Из четырех матчей, да, три будут с ними. За 10 дней вперед идет Тарап, тащит мяч до Кака, доводит. Втроем они там под синий открывается поле. Удар Кака, добивание. В Касани же надо бить поле. Невероятно, абсолютно невероятно играет Ювентус в обороне. Настолько плохо, что я думаю, что Антонио Конто не узнает свою команду. Кака очень легко находит возможность для удара. Его борца Линей не встречает. Здесь мяч прилетает в поле. С задержкой бросаются и Банучия Самоа к Андреа Поле. И тот, если был бы потехничней, он бы забил, конечно. В итоге Милан упускает очередной свой момент. 0-0 по-прежнему. Милан Юве без голов. 0-0 явно в пользу Милан. Да, безусловно. И, кстати говоря, так на гол уже наиграли. Ну, Милан наиграл. Милан, но просто я такого Милана еще в этом сезоне не видел. И, в общем, такого подавленного Ювентуса тоже. И более того, никто ничего подобного не ожидал перед матчем. Да, конечно, Лига Европы. Да, конечно, немножечко разный статус задач сегодняшних. Но что это? Вдруг с чего такое преимущество? И вот момент у Ювея Маркизио. Пас под удар. Ликштайнер опасно. Ой-ой-ой, какая красота. Как же они в итоге все это разложили. А, четыре человека уничтожили оборону своим движением. Ильич Штайнер совершенно гениально все сделал. Каждое касание. То, как он открылся. То, как он подработал мяч на метре пространства. И выложил под пустые ворота Льюренте. Это сказка. Очень жалко Милан, но что сделать? Да, как же жалко даже не то, что весь Милан Зайдорф. Нам его показали. Как у него были грустные глаза. Его команда играла в такой футбол. А Юве просто как убийца, как киллер. Милан Зайдорф вышел, имея, по сути, такой второй момент за весь тайм. И как разыграли комбинацию. Тевис красавец, конечно. Тевис гениален. Ильич Штайнер, ну все идеально делает. Да и Маркизио молодец. Он еще там оказался. Он доиграл эпизод. Причем явно проиграл. Вот Рами, на мой взгляд, сейчас показал слабую игру. Он не с тем же соревновался. Я понимаю, ты с Льюрентой тянешься за мячом. Да, в борьбе понимаешь, что после отскока ты проиграешь. Но это же Маркизио. Это тебе не соперник. Но опусти мяч на землю, не играй в неудобной позе. А он в итоге дарит, по сути, эту атаку. Адиль Рами хороший, объемный защитник. Очень опасный в атаке. Такой и своего рода французский Иван Бюйтен. Но, не знаю, есть у него ошибочный взгляд на эпизоды. Классному супер-защитнику нужно быть более точным на выборе решения. Абате рвется вперед. Поли. Тарапт. Убирает мяч, открывает пространство. Нельзя играть. Кака, удар! Нельзя было в офсайт играть правее. Но Тарапт этого и не хотел. За счет Абате он открыл вот этот вариант. И Кака пробил. И Погба блокировал удар. Ну что, красиво вновь. Но вот здесь, понимаешь, то, что Милан пять раз должен был сделать, Ювентус сделал на классе. Все передачи, последние, предпоследние, предпредпоследние. Все туда, куда нужно. А и помнишь, как судорожно завершали атаку, когда под сынью куда-то там пасовал. Какой-то четвертый открылся, третий пробил. Полуторный добивал. И непонятно, что каждый из них сделал. Здесь каждый свой маневр абсолютно по шахматному завершил и рассчитал. В этом, конечно, качество игры Ювентуса. Ну, Милан строится лишь два месяца, Милан Зелдеров. А Ювентус Конта уже два года существует. И выигрывает два года подряд чемпионат. Да, 1-0 впереди Ювентус. Я думаю, нас ждет очень хороший второй тайм. Хотя, если бы забил Милан, было бы немножко по-другому. Мы могли бы ждать переворота ситуации. А сейчас мы вновь ждем от Милана активности. Ну, а от Юве своей вот этой удави игры. 1-0 впереди Юве перерыв. Номер 4-й, Мартин Кассерес. 19-й, Леонардо Бануччи. 15-й, Андрея Барцалии. Клаудио Маркизи, номер 8-й. Под шестым играет Поль Пугба. 10-й, Карлито Ставес. 21-й, Андрея Пирло. И, наконец, ударный форвард. Фернандо Лиоренто, 14-й. Ювентус начал с центра поля. Состав Милана объятие в воротах. Справа Аббаты 20-й. Слева Мунельсон 28-й. В центре 13-й Рами 25-й. Банеро защитники. Два опорных Афбека. 34-й. Деонка. И чуть-чуть перед ним в роли связующего с атакой. Рикардо Монталиева 18-й. Линия инсайда в 22-й КК. 23-й Тарап слева и справа. Между ними Андрея Поли. И 11-й номер Джан Пауло Паццини. Центр форвард. Я думаю, что в целом Зеодорф доволен игрой своей команды в первом тайме. Абсолютно Милан переиграл Ювентус во всех компонентах. И повторюсь, это лишь большая случайность, что Милан гол не забил. Или вина только игроков Милана, которые не могли момента свои реализовать. В одно касание подключения Поля к Пагба пытался использовать Тэвис. Но закрыли француза. Миланцы Асамоа. Почти нет игры левым флангом. У Ювентуса одну атаку-то провели. И даже очень опасную. Но благодаря Тэвису Асамоау там даже и носа не показал на чужую половину поля. Он, можно сказать, загнан в свои рамки. Он сейчас поднимает руки. Требует игры. Пока Милан еще не приступил к осаде. Может быть, Ювентус попытается сейчас на первых минутах. Вполне вероятно, это вариант предложения Конты в перерыве своей команде. Вообще, ты сказала бы, Самоа, это такая серьезная проблема для старой сеньоры, левого фланга. Потому что, в принципе, Самоа, это не фланговый футболист. Он играл в Удинезе центрального полузащитника. Он играл на позиции Маркизио нынешнего. Но, тем не менее, он привык. Он привык, но отсутствие левого латераля. Сейчас Юве вроде как нацелился на Фабио Коентрао из Реала Мадрид. Но, я подчеркиваю, это серьезная проблема. Как хорошо играет Легштайнер справа. Также, не то, что плохо играет Осамо, он играет максимум возможного. Но он не левый латераль. Это очень серьезная проблема для старой сеньоры. Поэтому я не исключаю, что действительно летом Ювентус будет активен именно на рынке. в поисках левого полузащитника. Эммануэльсон играет СКК и сам открывается по бровке. Получает голландец мяч. Подача, ну, слишком же сильно. Но, как опять неаккуратно, теряя ощущение класса. Который, в общем, когда они расходятся в атаке, когда они нагнетают, когда они сидят на воротах Ювентуса, оно возвращается. Это Милан. М и ЛАН. Вот настоящий, неподдельный. Неподдельный. Истинный. Хочется верить. Но потом раз, и не дошел удар. И мягкие ноги у Кака или Поли, которые бьют с 10 метров. И вот этот пас Эммануэльсона. И тем не менее, они максимум сейчас отдают. Тот же Поли очень старается. Играет стараптом Абате через центр. Милан возвращает себе. Вот только четвертая минута второго тайма. Не получилось у Ювентуса попрессинговать. Немножко поиграть на чужой территории. С мячом тем более. И Милан окружает штрафную. Нацу Абате. Заброс в центр. Милан опоздал с рывком Кака. Лера Тэм. Кружили его. Но Перла выберется. И передача на ход Тевису. Успеет Рами? Не успел. Тевис сбил его с шага. С мячом Карлитос. Удар в дальний угол. Как было опасно, если бы выпустил мяч объятий. Маркизио заносил бы его в пустые ворота. Ну вот Адиль Рами. Ну понимаешь, вот когда позволило себе сказать, что немножечко состав Милана не соответствует имени громкому. Да, и перечислил несколько фамилий, Рами не назвал. Мы говорим о том, что это сильный защитник. Ну, то ли ему учиться еще надо, то ли ему нужно привыкнуть к тому, что он в суперкоманде играет. Все-таки не влили. Но Тевис тоже, это его манер игры. Мы знаем, что он любит так бороться. Он не высокого роста, но очень мощный. Карлитос, и он умеет, умеет борьбу выигрывать у защитников. Ну, низкая посадка, это же понятно. Ну, он сам объяснял это тем, что он вырос в районе Фуэрта-Апачи. Ох, опасный момент. Ох, опасный удар! Ах, по цине нужно же чуть-чуть было дотянуться. Может быть, маску снять и ей махнуть над головой. Кстати, судя по последним нормам Ти-Фа. Ты представляешь, как забрало, поднимаешь маску, руками ее держишь, а играешь маской. Не должны же назначить штрафной отменить гол. Это возможно. Ну, Тевес играет на Асамуа. Возвращаясь к Тевесу, как раз таки он объяснял. В Италии много спрашивали, мол, как он так, как вы нашли такой... А пошивается Буфон! С мячом Кака, подача, поле удар! Ой, какой момент! Они врезались друг к другу в висок в висок. Но заметьте, будто бы продолжение первого тайма. То есть, Милан так же легко моменты создает. Он их не реализует, в принципе, но он создает. Ну да, что касается Юве, вот эта контратака, благодаря Тевесу и его жесткости, мы вспоминаем, такая штука была в середине первого тайма, когда он тоже всех растолкав, там выцарапал мяч слева. И потом был момент у Маркизио, да? Олег Штайнер. Олег Штайнер, конечно, да. Ай-яй-яй. Андреа Поле. Ну, не хочется даже говорить о том, что это шанс для Конды выйти на поле. Главное здоровье Поле, конечно, потому что действительно удар был... Да, прежде всего. Довольно сильный, такое неприятное столкновение. Ну, угловой заработал Милан, потому что Касарас, видимо, голову подставил, да, и мяч там полетел мимо. Потому что там Рикардо Монталиево уже на углу. Мы вот смотрим еще раз. Поле бьет, Касарас анет. Кстати, углового там не было, там, в общем, удар отворот. Да, просто удар поворотом. С стороны Поле, и вот такое неудачное столкновение. Да, видимо, Поле матч не продолжит. У Касарас тоже проблемы, видимо, у него... Ну, лоб разбит кровь, может быть, даже бровь. И заметь, что не Хонда. Сапунара готовится. Рикардо Сапунара готовится. Я помню, перед сезоном был в Милане, и общался с одним таксистом, болельщиком Милана. И как раз когда день КАКа приехал в Милан, я спрашивал, рад ли ты тому, что... Рады ли ты тому, что КАКа возвращается, легенда. Он сказал, КАКа хорошо, это наша легенда, но приход КАКа закрывает двери Сапунаре. А Сапунара игрок, который потенциально не хуже КАКа. Я это прекрасно помню этот разговор с ним. И действительно любопытно. Неужели Сапунара такой футболист, он очень молодой, который может стать новой звездой Милана. Но вот сейчас он, президент, получает шансы, потому что при Аллегрии практически не играл Сапунара. Да, но столкновение Касараса и Поли произошло уже после удара по воротам. То есть о нарушении правил, наверное, вряд ли правильно вести речь. Но Касарас, надо признать, сыграл все-таки оголдело, бессшабашное. Он опоздал к эпизоду. И он доиграл его по футболисту, по сопернику. Все-таки это не очень красиво. Андреа Поли. Здоровья Поли, естественно, желаем. Касарас в игру вернется. Ему тоже тяжело, кстати говоря. Касарас тоже досталось. Я не исключаю, что Анжела Акбонна может на поле появиться как раз-таки в эти минуты. Ну а Сапунара за ним тоже внимательно последим. Так, у нас пауза была. А теперь возвращаемся к футболу непосредственно. Таарап, Те Маркизио во вратарской практически. Ну а подает Кака. Нет, Эммануэльсин. Ну Эммануэльсин и Монталива по-разному претендуют в разные моменты на эти подачи. Где крутит с левой ноги в сторону ворот один. Ну Монталива чаще играет. Абраты на объятии. Здесь же Де Йонг. Милан новую атаку начинает. И действительно на носилках, вот на этой машинке, каталке отправляется Андреа Поли. Надо думать в больнице. Надо проверять, как сделать. Фомографию и все. Те Вис помог обороне. Монталива. Де Йонг. Ну Касарас вернулся. Правда он только-только вернулся. К ним у него мяч пролетал. Не успел я разобрать, что сказали. Как раз, по-моему, режиссер специально включил микрофон, который был поблизости. Чтобы разобрать, что говорят врачи или что может быть сам Андреа произносит. Поли сам держится за голову, значит, в сознании. Абраты. Таракт. Уйдет, уйдет, уйдет от двоих, даже от троих. Может уйти между ног, пробрасывает мяч. Сапанара. Красиво. Сапанара пошел в игру и тут же допустил ошибку. Полез на Само, но помешал тому сыграть прицельно. Абраты. Абраты пяткой на ход Сапанаре. Это слишком. Ну и безжалостно сейчас вырезается, так, на манер Касарас тоже уже после касания Монталиева. Мускулы показывает Милан в лице капитана Монталиева, что мы тоже можем бить. По крайней мере, так жестко сыграл Монталиева в этом эпизоде. Кстати, не удивлюсь, если он будет капитаном сборной. Не исключено, но есть Буфон, но в любом случае, если Буфон уйдет, закончит карьеру в сборной Италии, возможно, Рикардо Монталиева будет капитаном. Ну да, вопрос еще в том, что у них очень хорошее отношение с Франделией. Может быть, Монталиевой не стал бы таким заглавным игроком в сборной, если бы не Франдели. Тарапт с мячом опасно может быть. Притормаживает, теряет темп. Да, зарабатывает штрафной до 24 метра. Это очень опасно может быть. Мяч есть кака. Тот же Эммануэльсон, тот же Монталиева. Тарапт с хорошим ударом. Но ведь мог решить поинтереснее эпизод. Но, с другой стороны, опять-таки, он пробросил мяч. И я говорю о том, что футболисты Юве не успевают в простых эпизодах. Погба обычно так не фалит. Он играет более цепко. Он играет в мяч. Здесь он упустил Тарапта. И фолл стопроцентно очевидный. Ну да, вот они те самые люди. У Эммануэльсона все-таки мяч чуть левее. Центральная оси. Позиция для удара над стенкой. Но это для правшей. Для правшей позиция. Почему? А, на мой взгляд, это и для левшей может быть позиция. Либо крути сбоку, вообще обводя стенку левой, да? Ну, с правой ты кладешь над стенкой. Очень удобно, конечно. От вратаря. Да. В этом плюс, конечно. С левой посложнее. Хотя, конечно, варианты тоже есть. Но с левой тоже свои варианты есть. Ради между прочим. Смотри, Эммануэльсон никого не подпускает. Посмотри, не пускает никого. Стоит перед мячом. Ребят, расходитесь. Сейчас забью. Ну, еще вот вариант. Кака пристроился к стенке. Коротко мяч покатить левее Кака, чтобы он один на один вышел там вот слева. Но это слишком сложно. Рами отходит от мяча. Он не будет бить. Монтоли его тоже, заметно, не собирается проигрывать борьбу Эммануэльсона. Вправе пробить штрафной удар. Два варианта. Хотя нет, уже похоже один. Нет, Эммануэльсона прогнали. Прогнали и собирается бить Адиль Рами. У него такой а-ля Сергей Игнашевич ударящий. Ну, как так можно разыгрывать. Да, желтая за выход из стенки раньше времени. Да-да-да-да-да. Самого ее получит, видимо. Давай посмотрим. А, Маркизио. Посмотрим на повторе. Монтолива сделал маленькую паузу перед своим коротким откатом. Отбросом. Откат у нас не очень хорошее слово, да? На русском языке. Смотри, вот пауза. И, может быть, действительно раньше времени рванулся Маркизио. Как принципиален Марко Гвида, арбитр сегодняшнего матча. Ну, в Италии на это внимание обращают такие эпизоды. В итоге еще один шанс. Я бы на месте Милана по другому разыграл. Ну, что прогнанный Эммануэльсин опять пришел, встал двумя ногами так в позиции балетной. Перед мячом никого не пускают. Сейчас его опять прогонят. Вот только отступает для разбега. Подходит Монтолива и говорит, все, спокойно, место займут. Данья. Итак, Монтолива, по всей видимости, прямой будет удар. Или Эммануэльсин. Или Эммануэльсин вокруг стенки все-таки. Переступает. На генангу бьет Монтолива выше ворот. Ворот. Ну, замысел был очевиден. Пробить девятку над стенкой. Но исполнение подвело Рикардо Монтолива. Мне кажется, Эммануэльсин настолько был себе уверен, что надо было его поощрить. Ну, да ладно. 59-я минута. 1-0 впереди Ювентус. И Милан все эти... Ну, час уже игрового времени. Все эти отрезки от первого и до нынешнего проводит активнее, чем Юля. Меня смущает, ты знаешь, что, Саша, то, что Ювентус после перерыва, в принципе, не изменился. По сути. Я предполагал, что будет очень серьезный разговор у Конта с футболистами. И они будут играть по-другому. По-моему, начало было с... Буквально пару минут. ...таким каким-то ощущением нового от подхода. Но все вернулось. Все вернулось, в том числе и потому, что и Милан играет так, а не иначе. Илья Ренте рвется к воротам. С трудом диким его удержали защитники. И уходит в атаку миланцы. Тарап пригласил Абате. Тот возвращает мяч. Но не надо четыре раза катать. Как леденец за щекой. Ну, сколько можно? Иди вперед. Отдай мяч. Эммануэльсон. Деемко опустил голову. Подсказывает, что не надо с ним играть. Раскрывать атаку. Тарап опять. Рамиль Банера. Пытается Леоренто прессинговать. Но понятно, что ему очень сложно. Он не быстрый футболист. Эммануэльсон. Ну, прессинговать в одиночестве как окружить одному. Ну да. Бегает он перед защитниками двумя. Ну так, намного бесполезно. Как Ильи прижимается сейчас к воротам. Тэвис практически рядом с линии хавбеков. Не всегда просто выиграть мяч у Пациньи. На этот раз Рами, конечно, нарушает правила. Убегает подальше от места преступления. Но, как известно, преступник возвращается на место преступления. Особенно если судья потребует. Леоренто здесь, как по Рыгбиеному, пытался сыграть. Вброситься вместе с мячом туда дальше. И несколько метров выиграть. А там, может, Тэвис подошел бы и выхватил бы. И побежал бы в зачетный узор. В центр передача. Все правильно. Рикардо Монталиева. Направо. Сапанара открылся. В общем, и Монталиева это понял. И увидел. Но, по-моему, на шаг раньше нужно было делать пас. Пока этого не понял Банучи. Нювентус с мячом. Аркизио очень быстро. Направо на Тэвиса. За Тэвис. Четвером они в штрафной. Это опасно. Все те же люди. Только вместо Маркизио Погба. Смотри, как Лиштайнер опять промчался. Вихрем. Он как телепортируется вообще из одной зоны в другую. И снова в борьбу выступает Алик Штайнер. Но Юви играет только на контратаках. Аббата обыгрывает. Обыгрывает у нас Амуа. Не до конца. Очень красиво. Забросил мяч. Но до Сапанара он не дошел. Юрэнта, кстати. Вот тут молодец. Значит, молодец. Тэвис. Есть Пирло слева. Тэвис увидит Андрея. Нет. Сам Тэвис мячом. Вот только сейчас пас на Пирло. В одно касание. Неплохо. Пирло попытался все проблемы Тэвиса решить. В том смысле, что потерянные темпы Тэвиса. Возобновить. Отыграть, возобновить. Вернуть своей команде за счет этого паса. Андрея с мячом вновь. Заметь, Поли покинул Поля. Извините за голову. Да, но Сапанара с ним не сыграет, кстати. Сапанара с Пирло не играет. Не может сыграть с Пирло. И поэтому Пирло сейчас будет получать гораздо больше свободы. Конечно. И уже мы видим по моменту, когда Пирло больше работает с мячом. Пас в центр. Вернул мяч Кака Эммануэльсену. Открывается Сапанара и под Синья. И опять Эммануэльсен безответственно играет. Дорожить надо этими моментами. Хотя слева навесы. И, собственно, тогда вот, когда под Синь не дотянулся. Когда несчастье это с Поли и Касарасом. Но столкновение произошло. Это были подачи слева. Проходят атаки. Этим Эммануэльсен хорош. Он, в общем, почти как Ликштайнера нагнетает там. Но ему не хватает жесткости. Такой мужицкости Ликштайнера. Льоренто с мячом разбрасывает всех. Но вот здесь Рами. Вот это да. Вот это настоящее. А Диль Рами, он еще настолько техничен, что не боится обыграть нападающего. Он огромен. Облазорный лай. Касарас свою ошибку исправляет. Очень много ошибок у Ивентуса. Просто неприлично много. Ошибаются все футболисты и в простых ситуациях. Так, там мяч. Сейчас камейка Увентуса, видимо, захватила в плен. И поэтому пришлось снова доставать Милану. Де Йонг. Он может и пробить, в принципе, нет. Играет на правый фланг. Тарапт. Подача. Плохая подача. Однако Тарапт, мяч возвращается. Сапанарова сейчас неплохо. Действительно, он чем-то похож на КК по манере. Так, чуть-чуть пригнув голову и широкими шагами разыгрывая ситуацию. Красиво. Монтали его все сделал здесь. Тарапт Абате испортил эту историю. Опять Тарапт. Это фолл. Это карточка Андреа Пирло. Ну, Пирло понимает, что он эпизод проиграл. Он будет извиняться. Он не... Никогда не был... Не то, что грубым. Тем более, не был грубым и не был хамом. Но здесь... Не успел. Просто не успел Андреа Пирло. Но абсолютно справедливо. Играл мяч. Но вообще это ужасно. Вообще удалять нам можно было. Можно было. В принципе, да. Надо было удалять. Неважно, пусть ты сто раз будешь Пирло. Но можно было и удалить. Да, Сапанара понимает, что он прикоснулся к гению. И, коль скоро нога цела, можно и простить Андреа. Но судья его прощать не должен. Да, но в Италии есть уважение к легендам. Цанетти, Тотти, Пирло. К голеностопам надо больше иметь уважение. На мой взгляд, чисто человеческий. 65-я минута, 1-0. Подача Буфон заберет этот мяч. Ну и Пирло пропускает следующий матч. А следующий матч у него против Фиорентины. Первый из трех в чемпионате Италии будет. И как раз таки в следующий выходной Пирло не сыграет. Заметьте, как выбывают Хабейки. Сегодня Видаль не играет из-за перебора карточек. В следующем туре не будет играть Андреа Пирло. Это ротация. Простая ротация. Или ротация. Да, может даже Конте и доволен. Что не придется объяснять кому-то. Я не думаю, что Пирло зарабатывал себе карточку. Вряд ли, вряд ли. Потому что и так должен был играть Видаль. Нет, конечно. А Самоан. Маркизио. Погба. Де Йонг спокойно мяч забрался. Панара Де Йонг. Эх, отпустил далековато. Тем не менее, вырезает шведкой на фланг. Здесь Борцали. Очень слабый матч Погба проводит. Очень слабый. Неожиданно. Неожиданно. Но его не поменяешь. Потому что в следующем матче не будет Пирло. Мне просто не на кого менять. Сейчас есть Падаин, конечно, в запасе. Но все же, мне кажется, пока не готов. Ну, такие важные моменты выходить. Падаин. Плохая замена Апсу. Конечно. Ну, или вероятность сыграть по другой схеме. Что, на мой взгляд, не будет использовать Конте. Он может сыграть 4-3-3. Но вряд ли. Вряд ли. Ну что ж, 20 минут сыграли. И по-прежнему, может быть, чуть-чуть менее острого. В отличие от первого тайма играет Милан. Но гораздо более уверенно, скажем, чем в дебюте матча. Испанара начинает раскрываться, на мой взгляд. Слава богу. Он показал своим забегом сейчас и активностью, что действительно с ногой все в порядке. По-моему, уже в последнюю секунду дотронулся Пирло, когда уже, что называется, потеряло энергию все движение его вперед. Подача тарапта слишком сильная. Удар от вара. Ну, и вот сейчас я бы Хонду выпустил. Вместе кого? Вместе тарапта. Ну, вполне возможно, это и сделает Зеедорф. А что касается Ювентуса, то активно разминается Джоджо Келлини. Он сегодня на скамейке запасных. Также есть Джо Винко, который провел очень сильный матч против Трабзона и был признан лучшим игроком у Юве в той игре. Есть Пабло Асвальдо. Ну, есть Акбонна, еще один защитник, который активно разминался в первой части матча. Ну, что касается усиления реального на скамейке Милана, так вот, если попытаться предложить игроков, это скорее будут игроки, заменяющие по позиции, а не усиливающие игру, вот за исключением, возможно, Хонду. Потому что у него другие данные. А значит, игра может измениться. Тевис с мячом в ударной позиции. Какой гол! Какой гол! Карлитос Тевис! Карлитос Тевис! Это невероятно! Вау! Естественно, гол посвящается своему сыну. Но как пробил Тевис! Было совершенно понятно, что Милан проразевал этот момент и нельзя было давать. И Де Йонг-то где? Ладно, защитники центральные. У них еще 4 метра до этой позиции. Но это позиция опорного. Да, браво! Великолепный удар! Где Де Йонг? Ну, что же ты опаздываешь на шаг? Де Йонг! Он там был! Он там был! И он проспал эпизод. Он подумал, что Тевис не ударит или не забьет. Это, конечно, было легкомыслие и преступное. И 2-0 у Ювентуса, впрочем, отыграла одна команда в этом сезоне. Та, с которой играть ближайшие 3 из 4 матчей. Не просто отыграла, а забила 4 мяча подряд. После прошлого матча, где Ювентус большим дурдом выиграл у Торино в дерби, иглу забил Тевис, Буфон сказал, что такие матчи выигрывают чемпионы. И Тевис чемпион. Знаете, действительно, Тевис – это настоящий чемпион. И его приобретение – одно из самых важных событий для Юви за последние годы. Справа, читай под словом Ювентус, что написано. Это приобретение новой связки форвардов. При том, что при живых к Валерелии, Вучениче, Джовинка, который ждет своего часа, тем не менее полностью обновив состав нападения, Ювентус сделал гигантский шаг вперед. То, что он проиграл в линии чемпионов, на мой взгляд, своего рода несчастный случай. Все-таки, хотя надо учиться играть. Это сумасшедший удар. Если будет повторять полностью, там Тевис 3-4 раза открывался по всему фронту атаки. Играл в пас. Он не уставал в эпизоде. И в конце концов он сам взял на себя инициативу и сумел забить абсолютно сумасшедший гол. Помнишь, Саша, чемпионат мира в ЮАР и гол Мексики? Когда Аргентина выиграла в одной основе финала, очень похоже, что забил Карли Кос Тевис на ворота мексиканцев. Тарап направо. Аббате. Матч не закончен. Подача Аббате. Погба. Сейчас очень помог. Защитникам. Пирло. Немножко даже по-пижонски. Перехват Де Йонга. И возврат. Риконтера, как в Риджик. Тевис. У него Льоренто. Пирло отстал. Но Тевис идет сам. Последнюю секунду отбрасывает мяч. Здесь Рами обгонит. Просто обгонит Льоренто. Но это уже не то, чем может гордиться Милан сегодня. 70-я минута. Нужны голы. Нужно было забивать в первом тайме. Выйдет Хонда. Как мы и просили. Выйдет, наверное, вместо Тарапто. Хотя вариант и возможно. Вот выходит он вместо Монталиво. Да, удивительное решение. Монталиво удивился. Да. Это усиление с точки зрения количества футболистов. Группа атаки. Потому что Хонда явно не будет играть опорного хокбека. Ну, видимо, Бабанк идет. 4-1-4-1. Да? 4-1-4-1. Причем Хонда в центре. В центральной зоне. Окажется Тарапто прежнему Сабата, я думаю, справа. И у Хонды будут моменты для такого типа голов, как забил Тевис. Вот в том смысле, что эту позицию, наверное, он и займет. Там будет искать свою игру. Но пока что чуть в глубине начинает. Тевис стал лучшим бомбардиром серии А. Этот гол 15-й для него. Он обогнал Джузеппе Роси, который травмировал, к сожалению. Но, тем не менее, Тевис сейчас... Давно, давно не могли обогнать. Но вот и 15-й. Синваятор Амирон Роси, он был лучшим бомбардиром все это время. Да, 14-й отбегалов к тому моменту, когда он возглавил. У всех было 8, по-моему, или 9. И вот его, даже несмотря на травму, обогнали только сейчас. Ну, я думаю, что опять в Италии начнемся разговор о том, что неплохо было бы Тевису на чемпионат мира поехать. Потому что последние пару месяцев все пишут в Италии, что как это в Аргентине нет места Тевису. Понятно, что для итальянцев форвард уровня Тевиса – это просто мечта, по сути, сейчас. Но вот сам Тевис не скрывает некого конфликта с тренером аргентинской сборной. Сапанара. Хорошими шагами. Но дошел только до Андреа Пирло, который напомнил о том, что и он опорный полузащитник. Ах, какая передача! Но здесь и Банера успевает, и судья замечает офсайд. Но все-таки уже гораздо проще разрывать при 2-0 чужую территорию, когда просто насел, уже навалился. Милану очень жалко. Безусловно, команда не заслуживала такой концовки. Должен был быть как минимум один гол у Милана. Подача. Угловой. По цене не пошелся, не попытался сыграть на опережение. Просто шага не хватило. Быстро разыграли. Миланцы. Вот хороший перевод. Хонда должен оставить мяч под удар. Оставляет. И удар получился у Адиля Рамии. Ну, как получился. Скакал мяч неприятно для вратаря. Если бы в угол, это был бы очень опасный момент. Кстати, Буфон. Он, пожалуй, впервые за весь сезон, ну, я имею в виду чемпионат Италии, так часто вступает в игру. Потому что, по сути, весь первый тайм он был в игре. Ну, и, соответственно, во втором тайме он не отдыхает. Ой, как неудачно падает Леоренто. Тут нет вины соперника. Леоренто просто буквально взлетел. Ну, да, как и упал, как мешок с мукой из грузовика. Вот здесь, видите? Да, он не был готов. Еще упал, приземлился на локоть. И вот это самое опасное. Не то, что он там с высокой высоты упал, мог что-то отбить себе. Главное, чтобы руку не повредить. Плечо, плечо, да. Ну, вот вроде все в порядке с Леоренто. Он поднимается, но я думаю, что сейчас Конте будет его менять. Вот он, гол Тевиса. Как мяч летит, а? Невероятно. Корлитос, конечно, в полном порядке. И, конечно, этот трансфер у Ювентус стал таким событием в жизни Тевиса. Он недавно давал интервью Гадзетти. Это Соска у него в руках, видимо. Соска, да. Где-то у него за Буцей. Это Соска. Сыну посвящает гол. Ну, так вот, он давал интервью Гадзетти и сказал о том, что это было самое главное событие в его европейской карьере, переезд в Италию. Он себя в Италии чувствует комфортно. Это не Англия, где ему было просто тяжело жить. В Италии это, в принципе, жизнь для аргентинца, по сути. Италия позволяет жить в удовольствии Тевиса, чего не было в Англии. Тут люди говорят на нормальном каком-то языке, понимаешь. Аргентинцы же, как и итальянцы, как и испанцы, и французы, небольшие любители учить английский язык. Естественно. Они, как современные европейские люди, прежде всего, европейцы, ну, так же точно, как и бразильцы с аргентинцами, чувствующие себя современными людьми мира, понимают, что английский учить надо. Но они этого все равно не любят. Говорить на нем и жить в этой среде, это не для них. Я думаю, человек будет из-за районов Куэрто-Апачи, что в Буэнос-Аресе. Я думаю, что учить английский было необязательно в юные годы, поэтому Тевис этим не занимался. Но, в принципе, говоря... Он там другой язык учил, дополнительный. Кстати говоря, именно в языке Тевис признавался, что если бы не в футбол, он стал бы преступником. Это его слова. И, соответственно, манера игры его, агрессивная, такая мощная, это, опять-таки, все из района, где он вырос, где он родился. Нет, и при чём Эммануэльсен? Тарапт уходит, 23-й. Зачем показали Эммануэльсена? Совершенно ни при чём здесь уходит Тарапт. И это, по сути, замена Кондо на Тарапта, да? А теперь, в свою очередь, вторая замена, и выйдет Робиньо. О, я думал, кто-нибудь там в серединку. Эсиен. Нет, Эсиен на скамейке спасных остается. А Робиньо, это, опять-таки, говорит о том, что Зедорф всё же верит. И, конечно, возвращение Милана в игру, по крайней мере, на один гол надеется голландец. А как только его удастся забить, он будет надеяться на второй. Всё правильно, нужно постепенно играть. Да-да, нужно в игру вернуться. Вернуться, а для этого надо забить хотя бы один гол. Это, кстати, четыре момента упустят люди, да, и говорят, счёт должен стать 4-0. Ребят, фиг там, извините за выражение, не к ночи. 1-0 в счёт должен стать. Когда бы он стал 1-0, вы тогда бы в следующих моментах, может быть, и не получили бы, игра изменилась бы. Поэтому пока вы не забили первый, хоть вы 17 моментов создали, вы наиграли на 1-0. Всё. Сапунара отошёл назад Риккардо. Робиньо. Это вам не Кёрлинг, два не засчитывают очка. Ни в каком. Два камня одновременно ближе к центру у тебя не окажутся. Хондан. Удивительно, но пока Конто не делает замен, уже совсем скоро последняя 10 минутка нашей встречи. Но нет, нет на поле ни Асфальдо, ни Джовинко, ни Падоина, ни Квалиареллы. Ну, вот видишь, момент очень похожий по сути своей на тот, в котором забил Ювентус первый мяч. Получает Робини, вокруг него три партнёра, кто-то делает забегание, открывается. Но всё это не в попад. Вроде бы они тоже понимают, как нужно играть в футбол. Глупо было бы. Это роскошные футболисты, Робини, УКК, люди, прожившие жизнь, в том числе в Борной Бразилии и так далее, и так далее. И в футболе экстракласса. Но им вот этого точности, взаимопонимания и тонуса, что ли, постоянного, постоянной игры на высшем уровне сейчас не хватает. Хонда выхватил мяч после не очень аккуратной передачи КК на фланге Эммануэльсон. Вновь бразилец. Возвращает на Урби, но, во всяком случае, рассчитывал на это. Мяч доходит до туда. Подача Эммануэльсона опасно, Робинио. Ну, в общем, неплохо. Робинио грамотно открывался. В принципе, обередил Мартина Кассерас, который не замечает своей повязки на голове и, в принципе, играет достойно. Да, никакой Эммануэльсона не понадобился. Защита, хотя сегодня с перебоями. Но, в общем, все-таки тоже по закону действие равно противодействию. Милан сегодня очень многое сделал для того, чтобы Ювентус ошибался. Ошибается КК в простой ситуации. Три замены у Милана, ни одно у Ювентуса. Да, не просто, конечно, Зейдорфа будет в Милане. Это очевидно. И ему нужны новые футболисты. И он надеется на серьезную трансферную кампанию летом. Да, был маленький фолл, и именно со стороны Боннеры Милануэльсона уже подбирал мяч. Боннера знает, это с судьей. Переговорил. Передача в центр. Маркизио. Маркизио. Вот он не рискует пробить, а мог бы Альоренте развернись сейчас. С мячом останься прямо перед вратарем. Само Касарес. Ах, как нашел, какой вариант. Уютный. А с напирлом. В центр передачи АКК. Есть и скорость, и желание уйти от пирлы. И понимание, что вот сейчас он под ногой имеет мяч, и не отдаст его. И только с фоллом мог остановить Андреа Бразильца. Сегодня главным хулиганом оказался пирлы. Да, много фоллит Андреа. А сейчас Хонда. Исполняет штраф. Но бить он, конечно, будет вряд ли отсюда. Он скорее будет подавать. Да, мягкая подача и угловой. Лихштайнер помогает центральным защитникам. Вот станет, конечно, героем этого матча Тэвис. Безусловно. Но роль Лихштайнера все равно невероятна. Тэвис может получиться наивысшую оценку от Гадзета завтра. Хондам. Де Йонг. Дальше разворачивают веер налево. Эммануэль Синон, пробей, тебе предлагали. То есть, наоборот, ты просил, тебя отбирали. Возможность для удара. Но вот сейчас. Хонда. Тэвис в отборе. Ах, какая красота. Уже давно был свисток. Зачем? Чтоб карточку Конди показать? Какой же Тэвис красавец. Вот есть у него качество, которое просто уникально для нападающего бороться в любом эпизоде. Даже если ты без мяча, Тэвис всегда борется. Но это из его юности. Да. Он об этом говорил в интервью. О том, что это качество он приобрел на своем районе, где надо было выживать. На районе. На районе. Да, Зейдорф аплодирует Эммануэль Синону, потому что сам он такие мячи забивал неоднократно. Это ударом по восходящей планирующей траектории в дальний верхний угол, как и бил сейчас Урби. И даже, несмотря на то, что мяч не попал в девятку, только туда в сторону летел верхнего угла, Буфону было крайне сложно сыграть точно, качественно. И в последнюю секунду так перевел мяч, чтобы не перед собой отбить, опять же, чтобы он не скользнул мимо перчаток ворота. Да, подача Эммануэль Сна, не было ли там толчка маленького. Ну, по цене немножко потерялся во втором тайме. Насколько хорош он был до перерыва. Ну, это объяснимо, он футболизависимый. Если в первом тайме много было игры на него, и Кока делал много передач, и тот же Таараб, то во втором тайме этого, по сути, нет. И по цене там просто на голодном пайке находится. Да, и Визор запотел еще. Да, 0-2, 0-2 и 82-я минута. Это плохой пас. Ошибается Хонда, и все-таки на той позиции, на которой мы с тобой предположили, что он сыграет. Смотри, показали нам Голлиани, а не просто так, потому что... Дескать, у кого ты привел. Да, именно Голлиани, не то что уговаривал, он... Это его трансфер. Охотился за Хонда. Да, это его трансфер. Он вел Хонду практически два года, и он представлял Хонду как спасителя Милана, когда у Милана были проблемы. Нет, ну подожди, когда ты выходишь в такой жуткой ситуации за 20 минут до конца, все-таки оценивать сложно. Согласен. Заяц играть с первой минуты, это будет совершенно другая игра. Собственно, что избавить итальянцев, они же могут сейчас сделать выводы. И опять-таки сделать выводы, они в пользу отряда Голлиани. Ну, я не думаю, они правильно все разбирают. Тевис идет дальше. Нарушение правил. Банера, предупреждение. Все силы Тевису дают игре. Абсолютно все. Заработал штрафной удар для Андрея Пирло, по всей видимости, то, что это точка, с которой Пирло может пробить. Но ушел он, конечно, легко от Банеры. Да, в хоккее это было бы чисто и под аплодисменты. Ну, кстати, если бы не коленом. Но на бедро можно, а коленом сразу могут еще и больше, чем две минуты дать. Ну, по-моему, на бедро все-таки принимал Дэвис. Падоин выйдет у Ивентуса. Симоне Падоин. Видимо, вместо... Вместо Лихштайнера. Да, удивительно. Вместо Лихштайнера. 83-е, 10 минут до финального свистка. Лихштайнер отработал. В общем, по даринам не самой... Да, походой программе. ...последней из запасных. Да, Андрея Пирло, мяча. Да. Объятие беспокоится за... ...ближнюю девятку. Все аплодируют Лихштайнеру. Действительно потрясающий очередной разматч. ...очень сильный провел швейцарец. Удар Пирло, выше ворот. Ну, и Монталибе не попал. И Пирло не попал. Но все-таки... ...эти моменты уже считать необязательно. Необязательно чиркнул мяч по перекладине. Главное, что... ...создав меньше соперника, сегодня выигрывает Ювентус. Абсолютно по делу. Он доборолся. Саша, это класс Ювентуса? Абсолютно. Безусловно. Или все же здесь больше удачи, везения? Как хотите. Это чистый класс. Нет спор. Асамо, как подбил мяч перед собой. На лету его выцепил, побежал дальше. Но только вдвоем обезоружили Аббата и Сапанара. Ганса де Йонг пасует Эммануэльсену. 85-я минута. Робини. Да, Эммануэльсон не то чтобы свободен, но требует передачи на своей позиции. Дальше на конду можно было сыграть. Робини дальше играет еще направо на Игнаццо Абате. Идет в центр. Слевой бить не будет. Тогда уж отдай мяч. Ему все уже объясняют. Все собрались, скандировали. Отдай мяч. Робини. В центр. Де Йонг. Кака. Ходам. Опять чуть-чуть ему не повезло. Опять как-то он вяло немножко сыграл и блокировал его передачу. Соперник. И этот мяч покатился к другому игроку Ювентуса. Ю если сегодня выигрывает, набирает 69 очков. Плюс 11 от Ромы. Но у Ромы игра в запасе. Против Парма, который уже не проигрывает 14 туров. Это новый рекорд в истории Пармы. Так что явно не будет простой встречи для Ромы с Пармой. Но в любом случае, в любом случае Антонио Конто боится. Ну, Милан останется на своем десятом. Между Джену и Лацо с зажатой. В общем, кампания, наверное, не самая приятная. Учитывая, что Лацо сейчас и экономически слаб. И вынужден по ходу сезона своего лидера отдавать. И проигрывает болгарам. Если уже возвращаться к футболу. Ну и просто там протесты против Латито. Такие полномасштабные. Да, но Антонио совершенно другого калибра. Это не 25-й год. Антонио выигрывал чемпионат Италии. Касарас воспарил над... Ох, как Асамо продрался. Маркизио. Ну, здесь Хонди помог. Сапанаро вообще. Сапанаро приятное впечатление оставил. Тем, что он делал на поле. Ошибает скака. Погба, удар, штанга. Ну вот и Погба напомнил, кто он такой. Самый, наверное, талантливый молодой полузащитник мира. За которого уже готовы платить сумасшедшие деньги. Английский и французский. Один французский клуб. ПСЖ. И поговаривают, что будто бы Аньелли и Мород собираются такой аукцион устроить через пару лет. Где должны урученные больше деньги за Погба. Манчестер Сити. Челси, ПСЖ и Реал должны в этом аукционе участие принимать. В итоге вместе с агентом Райолой планируют выручить Вентус 100 миллионов евро за поле Погба. Хорошие, конечно, деньги. Неплохо, да. Но я думаю, что это, конечно, не этим летом. Этим летом Погба останется в Вентусе, чтобы Сьюи добиться успеха и в Лиге Чемпионов. Все же Погба нужен для европейских в совершении Вентуса. Эммануэльсон с мячом. 88-я минута. И, пожалуй, последний шанс хоть как-то пощекотать нервы сопернику. Под Сюни. Вот там открыт Аббат и справа. На этот раз его просто бросили. Рами пошел в атаку. Снова Тевис. Как он сыграл, а тут что? Абсолютно. Ирлом. Льор-НТ. И опять же свободное место есть. Три человека против шести. Они выигрывают метр за метром. Потом понимая, что заканчивается 88-я минута, просто перекатывают игру. И выходит Асвальдо так побегать. Ну, он провел полный матч в Трапзоне. Забил там гол. Вообще, как у Асвальдо, отличная статистика в Лиге Европы. Два матча, два гола. Что творится с Хондой? Ну, просто немножко за него обидно. Да, жалко, конечно. Это, в том числе, и реклама чемпионата России. Ну, антиреклама в этом матче, если быть откровенно. Потому что, к сожалению, об этом говорил Фавио Каппелло, между прочим, когда Хондо приехал в Италию, что вы не спешите, он говорил, болельщика Милана. Одно дело играть в России, другое дело играть в Италии. Там немножко другие скоростя, именно скорость принятия решения. И поэтому он предупреждал, что Хондо может не играть так герк, как он играл в чемпионате России. Там форель наверняка на резке. Ну да, потом он все-таки здесь был лидером. А здесь до лидера ему еще 8 верст. 90-я минута, и уже давно не видим мы Милана, который насел на соперника. На самом деле, Саша Тевис убил игру. Ну, в тот момент Милан уже висел, да, как пьяный на парапете там на воротах. А в итоге удар Дэвиса, и все, и привет. И нокаут для Милана, по сути. Да, да. У Ювентуса Ферентина отыграла из-за легкомыслия Юи, во-первых. Во-вторых, это целый тайм был. Да, но они отыграли за 35 минут, но, по сути, весь тайм был впереди. Асфальдо вместо Леоренте. Очень важная победа для старой сеньоры, потому что Ювентус снова, честно говоря, играл хуже Милана большую часть матча. Но Ювентус выиграл, а Петки продемонстрирует, что команда имеет класс, имеет уровень и имеет в составе больших игроков. Прежде всего, Тэвис. Потому что и в первом голе Тэвис сыграл ключевую роль. Ты знаешь, вполне употребим, такой знаменитый парадокс еще 60-х годов одного из великих тренеров, я просто сейчас не помню конкретно кого. Ну, кто-то уровнем Эта Басби сказал очень правильную вещь в свое время. А может быть, чуть позже кто-то из великих. Можно случайно проиграть чемпионат мира. Нельзя случайно выиграть чемпионат мира. Вот что касается матча Милан-Ювентус, его можно случайно проиграть. И его, наверное, Милан сегодня случайно проиграл. Но выиграть случайно такой матч нельзя. И Юве выиграл абсолютно заслужил. Да, абсолютно верные слова. Пугба играет Спирло. Далее Карлито Ставец. Играет он уже поспокойнее на левый фланг на Самоа. Пас на Буфон. Я думаю, что Буфон тоже получит высокую оценку от Гадзеты. Гуидо добавляет 4 минуты. Джовинько тоже у кромки поля. У Робини не было. Оффсайда очень хороший момент. Да не было. Оффсайд у подсеней был, по-моему. А у Робини не было. Ну, мне так показалось, во всяком случае, по эпизоду. Или Робини тоже. А Робини все-таки тоже ближе. Согласен. Все согласен. Он успел выйти в момент, когда принимал передачу. Но, признаю, он был ближе значительно к эпизоду. Но он тоже был в офсайде. Для аплодисментов. Замена, естественно, Андреа Аньели. Президент Ювентуса аплодирует. Мог бы стоя, на самом деле, поаплодировать Тельса. Потому что Тельс провел, на мой взгляд, выдающийся матч. Именно он выиграл сегодня во многом игру для старой сеньоры. Но Ювентус не выигрывает одним человеком. Чем сегодня отличается эта команда? Все-таки он выигрывает... Командой, да. Но в этой команде важны личности. И дьявол в деталях, безусловно. Все это верно. Но то, что сделали Лихштайнер, Юрент и Маркизио, не очень заметный сегодня герой. Но тот голевой эпизод все-таки во многом поменял ситуацию и позволил Ювентусу задышать немножко иначе. Ведь ошибки перестали сыпаться. Атаки Милана валились и валились дальше. Но они не приводили уже к ошибкам. Потому что Ювентус ощутил, впитал свое право сегодняшнее на победу. Мне интересно то, что Ювентус каждый матч проживает, еще не став чемпионом, еще не утвердившись, так по-мальчишески, по-тевисовски, проживает матч, выходя на него не с стопроцентным фаворитом, не командой, которая в себе сверхуверена. Редкость, вот это поражение от Ферентины, но 2-0 это много. Для Италии это так много. Заодно еще одну мудрость тот матч напомнил. Помнил, по-моему, Капелло это сказал. Спокоен, когда моя команда выигрывает 1-0. И очень волнуюсь, когда она поведет 2. Это правда. Ну и после того матча, кто-то говоря, Конта говорил о том, что если бы ни то поражение, не было бы серии из 10 побед подряд, которые было у Ювентуса. Но потом. 4 минуты добавлено, 3 позади. По сцене пасует Хонди. Хонди, Хонда направо. Сапанара прострел. Робиньо. Да, такие забивать надо. И Сапанара классно сделал передачу. Да нет, вообще сейчас они сыграли вообще так очень стильно, очень качественно. И можно было бы сказать, что тот гол, пропущенный от Ювентуса, они отыграли. Командный, коллективный гол, не гол. Гол, гения, гол коллектива. Потому что действительно все передачи вовремя, все точные, в нужный момент. И все-таки переклады. Но это уже... Это уже чистое невезе. Подача Эммануэльсона. Касарас. Робиньо прорывается. И Барзали выводит Джавинко. Абата мяч перехватывает последние секунды. И все равно Милан атакует. Все, что делает сегодня Зеедорф и его команда, делается на будущее. Поэтому и нужно играть до последней секунды. Подача под Синни. Нет, здесь Сапанара. Выхватывает мяч. Нет нарушения правил, но есть финальный свисток. Ну что, браво. Матч классный. И Юве спасибо. И Милану тоже за то, что показал в первом тайме. Милан огромное спасибо за этот футбол. За игру против Юве, которую не каждый клуб, а то и никакой, в этом сезоне не вправе себе позволить. Так что у Милана может быть хорошее будущее. Ну а Ювентус хорошее и настоящее. Вот и все. Да, и очень увлекательная весна, потому что в марте Ювентус играет три матча с Фиорентины. Играет матч в Неаполе против Наполе. Это будет вообще увлекательное путешествие для старой сеньоры. Поэтому я думаю, что март подарит много эмоций для поклонников старой сеньоры. Ну а сегодняшний мы исчерпали. Нобелий Рустамян и Александр Шмурнов были с вами. До новых встреч на ТВ+. Всего хорошего. До новых встреч.